Новости на ЭКС. В студии Наталья Двойцина. В ближайшие 10 минут о главном к этому часу. 8 марта стал официальным праздником. Народные избранники на внеочередной сессии утвердили день возвращения Севастополя в Россию. Депутаты законодательного собрания отметили. Почти год назад, 18 марта 2014-го, состоялось историческое подписание договора о вступлении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Напомним, за два дня до этого на полуострове и в городе Герой прошел судьбоносный референдум. Мы совершенно точно знаем, что Севастополь всегда был русским городом. Он всегда был в составе России. Если не юридически, то душой совершенно точно. Поэтому просто возвращаемся домой. Поэтому возвращение города Севастополя в Россию. Именно в связи с этим мы инициируем 18 марта признать в то же время нерабочим праздничным днем на территории города Севастополя. Город готовится к Международному женскому дню. Лучшим подарком к весеннему празднику для трех севастопольских женщин стало решение квартирного вопроса. В прошлом году губернатор Севастополя Сергей Миняйло вел в традицию ежемесячно сокращать городскую очередь на жилье. Сегодня его заместитель Александр Пушкарев вручил ветерану Великой Отечественной войны и двум многодетным семьям сертификаты на новые квартиры. Сертификат на квартиру вручается Лазаревой Александре Геннадьевне, ветерану Великой Отечественной войны на квартирном учете с 1988 года. Я хотела поблагодарить нашу губернатора за наше правительство Севастополя, за то, что за такой короткий срок они так могут жить за вредом. Ну и, конечно, у меня в оплатном долгу мы все перед выделили, что мы уже дома, мы в Россию. И, конечно, я говорю, жить только бы жить сейчас. Две дочки Елены Ильиной за новой квартирой пришли вместе с мамой. А дома эту компанию ждет еще три мальчика. Всего в семье пятеро детей. Женщина, не скрывая радости, рассказывает, не рассчитывала на поддержку и искала варианты, как самостоятельно решить жилищные проблемы. Буквально это вот в начале недели к нам вот жилодела. Прям лично домой приехали. Я вообще была на работе, мне позвонили, сказали, что меня разыскивают, потому что подошла моя очередь на жилье. Ну, как бы вообще не ожидали, потому что в этой очереди мы стояли. И вот как-то она так шла, что я посчитала, ну, лет через десять, может быть, мы что-то получим. Вот. И вот такая вот у нас радостное такое событие произошло. Вот. Нам дали квартиру. Мы уже поехали, посмотрели. Вот. С видом на море, в камышах. Вот. Очень хорошая квартира. Напомним, строительные компании с прошлого года начали предоставлять городу социальные квартиры. Таким образом, в 2014-м очередь на получение жилья впервые за десятилетия сократилась на 40 человек. А буквально на прошлой неделе шесть квартир получили ветераны-афганцы и ликвидаторы Чернобыльской аварии. «Правительство города-героя Севастополя, лично губернатор Сергей Иванович Миняйло, за короткий промежуток времени нашло возможность, и губернатор нашел возможность уже выделить жилье тем людям, тем семьям, которые имеют право внеочередного получения жилья. И я считаю, что мы на этом не останавливаемся, и перспектива в дальнейшем очень хорошая». Правительство Севастополя намерено продолжить выдавать социальное жилье тем людям, которые его давно ожидают. Кроме того, с этого года планируют приступить к реализации программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. 27 миллионов рублей по программе модернизации здравоохранения Севастополя планируют выделить в текущем году на ремонт пятой городской больницы. Медучреждение уже частично оснащено новым оборудованием, техникой, позволяющей точно и быстро выдавать результаты. В канун Международного женского дня власти города ознакомились с новинками и поздравили молодых мам с наступающим праздником. Ежедневно в Севастополе рождается 10-12 детей. В пятой горбольнице вытягивают малышей с самыми разными патологиями. В помощь медикам по программе модернизации здравоохранения комплекс уже получил более 20 наименований современного медоборудования. В числе новинок – аппараты УЗИ. Диагностика на самых ранних сроках помогает выявить врожденные пороки сердца, заболеваний органов брюшной полости, опорно-двигательного аппарата и щитовидной железы. Подобные аппараты теперь есть в первом и втором родильных домах, а также в детской поликлинике. Мне очень отрадно говорить о том, что медперсонал быстро освоился с новой техникой, воспринял ту именно человеческую социальную потребность высокую, согласился на увеличение числа рабочих часов для того, чтобы максимальности... Мы сегодня 100% беременных женщин подвергаем этому скринингу. Ни одна из них не идет на роды без диагностики пренатальной. Это очень важно. Самое крупное приобретение пятой больницы – передвижной комплекс МРТ. Томограф презентовал Севастополе Олимпийский комитет Сочи. Устройство располагается в трейлере, который может бесперебойно работать при любых погодных условиях. Оборудование позволит пройти диагностическое обследование любому пациенту больницы. Сегодня, кроме вот этого томографа, другой современной машины на всей территории полуострова нет. Второй аппарат мы планируем в рамках программы модернизации поставить на территории первой городской больницы. И, в принципе, два магнитно-резонансных томографа. Это серьезная очень вещь, которая позволяет полностью закрыть диагностическую потребность для взрослого и детского населения. Кроме того, по программе модернизации здравоохранения до конца года пятую горбольницу планируют оснастить оборудованием для реанимационного комплекса, операционных, а также диагностического блока. А в марте ожидаются поставки медицинского оборудования для севастопольских здравниц от правительства Москвы. В канун Международного женского дня заместитель губернатора Севастополя Александр Пушкарев посетил палаты родильного дома и поздравил молодых мам с наступающим праздником. Анна Малышка, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Международный женский день начали отмещать и в Балаклавской городской больнице номер 9. Поздравит виновниц торжества, их тут трудится более 400 человек, приехали бывшие пациенты и представители властей. Сотрудницам медицинского учреждения вручили цветы и почетные грамоты. Также для женщин самой молодой больницы Севастополя творческие коллективы Балаклавского центра культуры и досуга подготовили концертную программу. Уважаемые женщины города-героя Севастополя, разрешите в канун Международного женского дня 8 марта поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать прежде всего здоровья, пожелать счастья, пожелать, чтобы ваши глаза улыбались, чтобы вы мечтали. Пусть мечты ваши сбываются. И пусть на душе всегда будет такое прекрасное весеннее настроение, как в канун праздника. Хочу сказать. В Дни Великого Поста в галерее торгового центра «Диалог» открылась выставка «Святители Крымской земли. Наука и религия». В иконах, книгах и монографиях представлены известные личности, жившие и творившие в XIX веке. Святой Лука, Гурий и Иннокентий дополнили экспозицию из современной работы. Гости из Москвы привезли иконы в стиле «Кузнецовское письмо». В их основе традиционный канонический образ лик и руки, а пространство, которое окружает фигуру, дописывается с использованием красочной орнаментальной росписи яркими точками. «Кузнецовское письмо развивает эту идею выражения мира горнего через выворачивание не только пространства, но и выворачивание цвета. И вот в этом смысле мы можем смело говорить о нововведении, о том, что наш опыт визуальный, наше состояние цивилизационное сейчас находится в некотором новом, новой ситуации. Эта ситуация требует новых выразительных средств, и вот они появляются. Это Кузнецовское письмо». Музыкальное сопровождение выставки обеспечивают валдайские колокола и звон горного хрусталя. Выставка «Святители Крымской земли» в Севастопольской галерее «Искусство и милосердие» продлится до 5 мая. Телефон редакции 5541-22. Все информации и самые свежие новости на нашем сайте ikstv.ru. Я с вами не прощаюсь. До встречи в 18 часов. Редактор субтитров А.Семкин